Финальные штрихи к новому спектаклю в Театре кукол. На последних репетициях идёт шлифовка наработанного материала. Актёры не играют, а буквально проживают свою роль. Так рождается новая постановка «Приключения Тома Сойера» по мотивам хорошо известного произведения Марка Твена. Удивительная магия театра вновь на службе у публики. Теперь в своей луче она посылает юному зрителю, который увлечён жаждой впечатлений, незабываемых эмоций. Я считаю, что этот спектакль тоже даст какой-то толчок на воспитательную деятельность. Потому что любой спектакль – это как воспитатель, я считаю. Поэтому дети, конечно же, будут что-то... Ну и не только дети. Может быть, детям это может немножко быть непонятно, эта тема, но для родителей это очень важно. Что нужно беречь своих детей и их правильно воспитывать. Честности, справедливости, трудолюбию. Продолжительность новой постановки чуть меньше часа. В её создании задействовано большое количество людей. Каждый спектакль – это огромная предварительная работа. Перед премьерой важна каждая деталь. За процессом в зрительном зале внимательно следит режиссёр Алиса Ермак. Идею оживить каждый предмет, находящийся на сцене, ей подсказала сама жизнь. Мы на основе этого драматического материала пытались реализовать всё-таки тему «Метаморфоз театра кукол» с его особенностями, с его интересными возможностями. Для того, чтобы ребёнок пришёл домой и в перспективе посмотрел на бытовые предметы совершенно иначе. И подумал, что, может быть, из бутылки получится какая-то интересная кукла. Или веник, он может жить. И, возможно, я дома разыграю не какими-то уже готовыми предметами, да, или куклами историю, а придумаю её из того, что я вижу. Спектакль «Приключения Тома Сойера» рассказывает о нескольких днях из жизни озорного, шутливого ребёнка. О мире, с которым зритель знакомится его глазами. Через юмор публика переживает вместе с Томом любые незадачи, с которыми он сталкивается каждый миг. Жизнь главного героя полна приключений. Он непоседлив и непослушен, чем постоянно огорчает свою тётю. Но зато редкий, озорник и выдумщик. Премьерные показы стартуют 26 марта. Брестский театр «Кукол» ждёт и больших, и маленьких зрителей.